Вот, какие мы прилежные ученики с тобой, Гаврюша, няу! Ещё никого нет, а мы уже примчались. Как будто нас здесь конфетами будут угощать. Здравствуйте, мальчики и девочки! Привет, друзья, привет! А я думаю... А я думаю... Что? Я вот думаю, что я напрасно сюда пришёл, Афоня! Да почему же напрасно-то? Трудно мне. Вот вчера мне Нюся объясняла просложение. Объясняла, 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 объясняла. Ну? Ничего я не понял. С буквами мне было понятнее. И загадки я научился отгадывать. А вот складывать эти грибы и яблоки мне совсем не интересно. Я их не люблю. Я их не ем. Да? Да. А и конфеты не любишь. Ну... А помнишь, как ты из-за одной конфетки кричал? Несправедливо, несправедливо, мяу. Ну, конфеты – другое дело. Конфеты – другое дело. Может, может, будем сегодня конфеты складывать? Я карман подготовил, смотри. А может, не конфеты? А может, котлеты? О, котлеты. 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 Я от котлет тоже не откажусь. Котлет – это вкусно. Не откажусь. Здравствуйте, мальчики и девочки. Ой. Ой, здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя, здравствуйте. Здравствуйте, зверята. Ну как, угощала вас Нюсина мама с салатом из фруктов, который Нюся и Ерошка сложили в прошлый раз? Угощала, мяу. Было очень вкусно, мяу. Катя, а давайте сегодня складывать не фрукты и грибы. А что-нибудь другое? Гаврюша, наверное, надеется на котлетки. Мяу. Ну, 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 чуть-чуть, надеюсь, да. Нет, Гаврюша, успокойся. Сегодня мы с вами будем складывать фигурки на доске. А из чего они сделаны? Из чего-нибудь... Вкусного, наверное. Да нет, Гаврюша, эти фигурки сделаны из обыкновенной пластмассы. Посмотрите, вот они. Ух ты! Ой-ой-ой. Давайте еще раз вспомним все сначала. Вот в левой части доски у нас с вами нарисован мешочек. И в него мы с вами кладем три шарика. Также у нас есть второй мешочек. Вот он. И в этом мешочке у нас с вами два цветочка. Гаврюша, а ты из какого мешочка поел бы, а? Не траснись. У-у-у-у-у-кушу. Мяу. В разных мешочках у нас с вами разные фигуры. А какие вот? В первом мешочке три шарика камня. Так, верно. Во-во-во-во-во втором мешочке два цветочка. Верно. А теперь поместим их в один мешочек. Что мы сделали с фигурками? Мы их собрали вместе, объединили, то есть в общий мешок сложили. Верно. Сколько фигурок было в отдельных мешочках, столько же их и осталось вместе. Это я понял про мешочки. Понял. Катя, а без мешочков можно складывать? Можно, конечно. Вот посмотрите, мы сложили с вами две части, да? И получили с вами целое. И не обязательно совершенно ссыпать все фигурки вместе, а можно между мешочками поставить знак, который называется плюс. Мы уже с вами его проходили на прошлом уроке. У нас с вами получилось две суммы. Первая сумма и вторая сумма. Катя, скажите-ка мне, равны они? Ну, я думаю, что равны, мяу. А почему, Афоня, они равны? Ну, слева три шарика и два цветочка. И справа три шарика и два цветочка. О, верно. А какой же знак мы с вами можем поставить между этими суммами? Катя, Катя, я понял. Здесь надо поставить знак. Это, 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 равенство. Правильно, знак равенства, который вы уже знаете. Ребята, а если мы с вами поменяем мешочки? Вот посмотрите, в первом мешочке у нас получилось два цветочка, а во втором три шарика. Что-нибудь изменилось в сумме? Ну, мне кажется, что нет, не изменилось. Шариков осталось три. И цветочков тоже осталось два. Как видите, мы поменяли с вами местами части, а сумма не изменилась. Здорово! Я все понял. Вот это да. Надеюсь, что и наши малыши тоже все поняли. А сейчас нам пора прощаться. До свидания, мальчики и девочки. Пока, ребята, пока. До новых встреч, малыши!